Без скальпеля Вы знаете, что автор и ведущий этой программы доктор Джозеф Клейнерман. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер, дорогие телезрители. Здравствуйте, Мариночка. И сегодня у нас в гостях одна совершенно очаровательная пара. Я бы сказал, великие, замечательные музыканты. Это Сережа Побединский и Люда Фисенко. Сережу я встретил уже много лет назад, когда был первый фестиваль русского фильма, который организовал Журбин в свое время. Было это давно, но Сережа был как энтертейнер, как представитель русской группы, которая исполняла русские романсы. И с того времени я просто влюбился в его талант, в его песни, в его присутствие, в человека. Все, что с этим идет. И впоследствии, я уже теперь говорю как шутку, что я никуда не могу идти, ты не можешь никуда идти без Рэба, без адвоката и без врача. И в том числе, я говорю, я никуда не могу идти без Сережи Побединского, где есть компания, где есть люди, где есть музыка и радость его присутствия. И потом, так случилось в его жизни, он встретился с Людой Фисенко, которая дополнила очень во многом его, и она сегодня тоже с нами, и он дополнил ее, и это оказалось совершенно замечательная пара, которая дарит очень красивое искусство. Можно я, доктор, тоже присоединюсь, расскажу о своем... Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, Марина, здравствуйте, доктор. Затянули. Такое вступление, что у меня прям... Вы знаете что, ребят, давайте перейдем, как говорится, от высокопарного слога к простому. Я абсолютно очарована вашим дуэтом. Вот вы знаете, не потому, что у меня такая профессия, я, конечно, эмоциональный человек, но, может быть, поэтому вот так и восприняла ваше искусство, ваше исполнение. В нашей суете, вот в эмигрантской, хоть я и не люблю это слово, но куда от этого денешься, да? Мы часто друг друга не замечаем, мы все время скептически друг к другу относимся. Та-а-а! Ой, подумаешь. И мне сказали, будет дуэт. Вот Людмила Фисенко и Сергей Побединский. У меня вы были на слуху, но я вас никогда не слышала. Когда вы вышли на сцену... О, говорю, и у меня мороз по коже. Вы знаете, это вот как прикосновение к чему-то очень красивому и высокому. Вот с самого начала я просто хочу, чтобы вы от меня это услышали. Спасибо, Мариночка. Спасибо, спасибо. Спасибо. Комплименты от вас, это дорогого стоит. И я к этому присоединяюсь, и хочу вам задать один вопрос, при том, что вы не просто пришли послушать, как мы вас хвалим. А вы пришли нам что-то и рассказать, и я, например, хочу и чему-то поучиться в вашем же присутствии, что у меня такое чувство складывается всегда. Когда вы выходите выступать и петь, и говорите, что бы вы ни делали в разряде развлекательных любых программ, вы каждый раз другие. И вы чувствуете, мне так кажется, вы чувствуете, что аудитория, которая вот сегодня, сейчас, с вами вот вы для нее. Вы это, или вы чувствуете, или вы такие великие артисты, или вы это умеете передать. Есть что-то в этом, что я говорю, правда? Кто, как вы себя чувствуете? Люда, как будем отвечать? Дуэтом? Дуэтом? С песней. Или в октаву, в терцию? Ну, давай ты. Вопрос хороший. Чувствуете ли вы это? Интересный, да. Если доктор это заметил, значит получилось. Во-первых, доктор, что вы вспомнили нашу встречу, я вообще вам признателен, потому что это мы были самые первые становления в Нью-Йорке. Это был 2000 год или 99-й даже. 99-й, это был, по-моему, ваш второй день в Нью-Йорке. Я вам тогда первую сферу кассету подарил романцев, я еще помню, с надписью. Да, да, да. А вынесу карточку. И с тех пор уже у нас 11 лет такой дружбы. Содружествия. Спасибо за чудесные слова. Спасибо, Марина, за такое представление нас. И мы очень рады быть сегодня здесь в студии на вашей передаче. Мы следим за вашей передачей, за гостями, которые бывают здесь. И как вы общаетесь, и как они перед вами раскрываются. Очень много интересных людей. Но сегодня, конечно, с Людой мы хотим, конечно... Мы будем не петь здесь, а будем рассказывать. Мы послушаем фрагменты из вашего... Я постараюсь сразу ответить на ваш вопрос, как мы влияем на душу людей. И как вы разные. Как вы чувствуете ли вы, что вам для кого нужно? Вот как-то вы выбираете. Вот ты и ответишь. Дело в том, что это потрясающе, когда артисты всегда разные. Значит, получилось. Если вы, доктор, это отметили, значит, получилось. Потому что, ну, во-первых, начнем с того, что всегда аудитория немножко разная. И даже если мы видим одних и тех же людей, но это означает, что они все равно пришли через какое-то определенное время. Они стали немножко другие. И мы уже исходим с того, что перед нами... Да, вроде бы те же люди, но они другие. Люди меняются. Они могут прийти в хорошее настроение, иногда в плохом настроении, иногда они пришли просто от места. Иногда многие пришли просто повеселиться. В другой раз они пришли погрустить с нами и что-то такое принести и разделить с нами личное. И поэтому мы должны соответствовать и ловить состояние людей. И, естественно, как бы все для них. Потому что публика и это самое основное. И, конечно, артист должен быть всегда разным. Да, бывает так, что люди пришли повеселиться, но вдруг услышали романсы, вдруг загрустили, вдруг загрустили, вспомнили о чем-то. И наоборот, весь вечер повернулся вообще в другое русло. А вы репертуар придумываете, когда идете на концерт или как? Нет, нет, никогда. Или отталкиваетесь от публики, от ситуации. Это вот как еще мы с Рустемом Галичем в 2000 году работали. Никогда не готовы. То есть у нас есть, конечно, в нашем багаже основное. Сценарий. Сценарий есть. Но никогда. Мы только отталкиваемся от людей. Вот как пойдет. Мы, конечно, начинаем с какого-то там романса. Иногда меняем все по ходу дела. На сцене. Если видим, что люди как-то, может быть, грустные, еще не готовы, мы что-нибудь повеселее. Но всегда, после, конечно, каждого нашего выступления, мы выходим, скажу, победителями. Потому что мы действительно людей, души заставляем их шевелиться. Мы отдали, но мы же и взяли. Да. Скажите мне, вы ведь, в общем-то, русские артисты. И вы с очень высшим, высоким музыкальным образованием из Москвы, из Киева. И вы несете здесь вообще-то русское все искусство. Как вы чувствуете вообще? Вас понимают, вас приняли. Вы бы еще хотели что-то сделать. Или все ли у вас тут на душе в порядке, что вы в чужой совершенно для вас стране делаете вот такое... Продвигаете себя и русское искусство. Чувствуете ли вы себя хорошо? Я вот, кстати, держу английскую, где Люда в Карнеги-Холл поет. Да, это было сольный концерт. Вы знаете, у нас с Людой вот по-разному. Допустим, у меня мой жанр, допустим, я многое очень пел. Учился с цыганским курсом, с Личенко, который набрал в Гнесинском училище, еще в далеких 80-х годах. Поэтому у меня есть репутатии цыганские романсы, которые люди любят. И романсы просто такие душевные. Поэтому мне немножко проще в этом плане, потому что это все любят романсы. Люда на искусство. Люда. Опера, оперета вообще. Для оперы вообще нужно быть подготовленным. Правильно я говорю? Поэтому у Люды, наверное, в становлении здесь, мне кажется, было немножко сложнее. Во-первых, вы сказали русские артисты. Начну с того, что меня будут слушать и смотреть многие представители из Украины. Я все-таки представляю Украину. Я сама украинка. И, в общем-то, многие спрашивают, почему говорят, Людмила Фисенко русская исполнительница. Все-таки, да, действительно, я украинка. Это Даня Сережа победила. И тоже даже на сайте Барыня написали. Барыня, да. Сингер, Russian singer. Я несу здесь, конечно же, искусство, которое, в общем-то, классика. Ее миллион раз перепевают, и каждый поет ее по-разному. Потому что, ну, в общем-то, классика есть классика. Ее нельзя переделать. Она уже написана. А я всегда еще пою в каждом своем концерте обязательно украинско-народные песни, потому что это все любят, не имеет значения какой-то национальности. И даже когда я была на гастролях в Сибири, и я пела, ой, на святые месяченьки, со мной пел практически весь, почти весь зал. А мы сэгали воду, мы пели до этого. В Калуге. А я, вы знаете, от чего просто была в восторге от вашего исполнения американского гимна, Люда? Я вообще люблю слушать, когда исполняют... Соло кто-то, вы знаете, просто потрясение. Акапелла. Акапелла. Без музыки. Потрясающе. Просто потрясающе. Я много-много раз его исполняла, и, в частности, вот Эдуард Лучин приглашал, и приглашали разные другие организации, чисто спортивные, открывать, например, какой-то кикбоксинг. Я открывала соревнования по кикбоксингу знакома с Токтаровым и с другими выдающимися, значит, этими кикбоксерами. Я открывала очень много других спортивных соревнований именно из гимна. Я просто как-то с ним срослась. Мне очень нравится. Давайте мы столько говорим с музыкантами, еще ни разу не послушали ваши исполнения. Давайте послушаем, потом идем на перерыв, и затем вернемся в студию. День и ночь, роняя сердце ласку, День и ночь, кружится голова, День и ночь, сводомная сказка, Не звучат твои слова. Вольный я, мы ловим в жизни встреча, Только раз судьбою рвется нить, Только раз, а ловый, сверый, вечер, Не на поческом, Ловим в жизни встреча, Субтитры подогнал «Симон» Продолжается наша программа. Дорогие друзья, я думаю, что вы, так же, как и мы, с доктором насладились исполнением Люды и Сережи, этого потрясающего классического романса. Давайте расскажем нашим телезрителям, что у вас в репертуаре. Предположим, сейчас посмотрят нашу передачу энное количество людей, то есть тысячи из другого штата, кто-то захотел вас пригласить к себе на торжество. В Израиле, в Израиле посмотрят. В Израиле посмотрят. Обязательно. В Канаде уж точно. Вы работаете вот так, когда люди хотят к себе позвать высокое искусство. Можно вас пригласить на какое-то торжество? Вот как в России, например, там корпоративные вечеринки, вот такое. Вы практикуете такое? Конечно, мы для этого здесь и создали свой дуэт, да. И во главе с нашим замечательным доктором, который, собственно, наш и в какое-то время был продюсер. Я могу гордиться, что я их начал и приглашать вообще всегда, не говоря уже о том, что все мои вечеринки без них не обходятся. Я очень и благодарен. Это всегда удается. Все всегда довольны. И я сейчас, когда звоню ребятам и спрашиваю, можете ли вы прийти у моих друзей, выступить или на каком-то концерте, они заняты, они улетают, то туда, то сюда, везде. Востребованные артисты. По-моему, это самое замечательное сочетание. Они теперь уже на расхват. А искусство романса как раз и располагает вообще к близкому общению, вот такому именно, вот объединяет. Вот как вы заметили, на любой какой-то вечеринке, дне рождения, вот где угодно, в любом месте, наступает такая минута, вот особенно к концу вечера, когда люди вот просто хотят романсов. Вот романсы, ну спойте, хризантемы, ямщик, там. Вот такая минута есть на любом. И поэтому, когда мы в данную правильную минуту попадаем в эти струны, тогда все, нужно попадать в струны еще, струны людей. Да, но в принципе, конечно, на таких вечерах мы стараемся себя вести, как будто вот какой-то маленький концерт. В то же время, потому что мы хотим дать им все то лучшее, что мы можем. Я начинаю обязательно с здравной, с застольной Верди, и немножко оперы, немножко опереты, конечно, которую все просто обожают. Ну и, конечно же, романсы, некоторые ретро-песни. Короче, у нас репертуар большой. Нас можно и нужно приглашать. Ответьте мне на такое. Я считаю, что вы вообще здесь состоялись. Вы востребованные, вы любимые, вы с удовольствием все вас слушают, приглашают. А сами вы, как думаете, вы здесь состоялись, или у вас еще есть дорога куда-то, нужно еще подниматься? Доктор, никогда ни один человек, наверное, актер не скажет, я состоялся, я звезда, я могу теперь спокойно отдыхать. Правда, Мария? Ну нет, которые говорят. Говорят, говорят. Тогда мы, наверное, не относимся к таким артистам, потому что нам всегда все интересно, и нам всегда хочется расти, и хочется узнавать новое, и готовить новый репертуар, и быть всегда разными. Как вы сказали, спасибо. А у меня была возможность быть попсовым певцом, как это я сейчас скажу, но я дань отдаю и верен своему романцу уже более 30 лет. И иногда, конечно, иногда романс бывает, популярен, не бывает. Сейчас он на пике везде, и в России, и в Австралии, и в Израиле, все хотят. Сейчас очень мало хороших исполнителей романсов, очень мало. И как раз настал мой момент, когда я могу сказать, что, допустим, жанр, к которому я стремился и посвятил очень много своей творческой энергии и сил, я могу сейчас с этим выйти. Мне есть что сказать, что спеть и как спеть. А когда вы попадаете, где есть американская публика, как вы чувствуете, они имеют интерес, им нравятся, потому что иногда же нравятся, как многие русские, вы сами знаете, например, обожают итальянские мелодии, и французские, им не нужно для этого слов даже. Так в романсе, мне кажется, тоже так идет. Так как я пою классику, то им нравится, потому что классика, она везде классика. А вот когда мы поем Сереже романсы, ну, наверное, о романсе мы как-то стараемся настолько доступно передать, что, собственно, у нас очень много поклонников среди американцев, которые, в общем-то, они понимают, что это о чем-то красивом, о любви, что это надо погрустить, надо... И очень много поклонников среди американской публики. А я недавно был на концерте, на секунду, просто такая история. Были одни американцы в зале, в общем, такой концерт на Лонганде где-то меня пригласили. И я пел по-русски, и там были одни американцы, ну, может быть, одна пара была русская. И, в общем, они слушали, слушали, и потом купили все мои диски. Я говорю, здесь по-русски написано, я из России привез. Я говорю, там ничего, названия нет, романсов по-английски. Они говорят, неважно, мы хотим слушать это, слышать. Мы даже не понимаем, о чем. Но вы так поете, вот завораживающе. Спасибо, Люда. Вопрос был такой, Люда. Значит, в быту было такое мнение, что певицы оперные должны быть тяжелые, большие, они должны много есть. Вы полное противоречие этому устоявшемуся мнению. Да. Честно, спасибо. Должны быть. Нет, просто, вы знаете, когда вы взяли... Показать секрет? Одну минутку. Когда вы взяли какую-то третью... Это было ми, третья октавия. Ми, ми. Но это же невыносимо даже представить себе, как это высоко. Нетрепко берет только. Это безумно высоко и безумно красиво было. И проходил мимо меня музыкально образованный человек и так сказал, такого не может быть. Но я же лирика колоратура. Марина, Марина, весь секрет шарик, резонатор, да. Голова. В общем, честно говоря, я открываю телезрителям секреты вокальной техники. Спасибо. Толстый не обязательно, да? Не обязательно быть. Надо, чтобы... Ну, иметь силу тоже, и энергию нужно иметь. Главное для певицы всегда высыпаться. Это самое основное. А насколько ты... Конечно, листы очень-очень уж больно худенькие. И такое... Понятно, что оперу какому-нибудь... Не вытянешь. Лоен Грина ты не потянешь. Поэтому нужны физические силы. Но физические силы, это не обязательно ширина. Это не обязательно... Чем толще, значит, ты сильнее. Поэтому я, в общем-то, я люблю фитнес, я люблю заниматься кейтбоксингом. А диета, наверное, у вас какая-то специальная? Или вы живете как... Дело в том, что специальной диеты нет, как таковой. Но я, конечно, я смотрю, что я слежу за тем, что я ем. Но я обожаю шоколадные конфетки, шоколадки какие-нибудь там. А энергию мы черпаем у доктора Клинермана без капельницы. Без капельницы? У меня жместа, каждая неделя. Я должна прийти на капельницы. Доктор нас этим спасает вообще? Это моя реклама. Это моя реклама. Но я, Людочка, очень важный человек в нашей жизни. Ваша капельница – это просто беспрецедентный материал для энергии. Спасибо, спасибо. Вы все подняли энергию у меня, у наших телезрителей и у всех. Но, с другой стороны, это тоже счастье определенное в жизни Люды, что она и родилась такая, и худенькая, элегантная, с талантом петь, встретить вас. Все это очень-очень здорово случилось и кстати. Спасибо. И так что вы много тренируетесь вообще? Я имею в виду, и спорта репетируете вот просто так. В основном мы сейчас, у нас большой репертуар у каждого Люды, у меня. Но в основном мы репетируем какие-то новые вещи, когда нас просят что-то исполнять новое. Но специально сейчас мы, нет времени, потому что много выступаем и работаем. Но вот репетируем, распеваемся. А люди заказывают, люди знают, что они хотят, да? Да. Я знаю, как я, я вам заказываю одни и те же романсы сто лет, вы уже и знаете. А люди тоже знают, то есть образованные, конечно. Вот недавно, 70-летие Довлатова я пел песню. Кстати, Марина, вы там объявляли, это 91-й год, это Талькова, премьера песни, памяти Виктора Цоя. И я вот эту песню на ютубе нашел и выучил ее в моем репертуаре, она теперь все время, памяти Виктора Цоя, если вы помните Тальков. Я помню. Да. Потрясающе. И вот так репертуар у нас наполняется, потому что просят постоянно что-то разное. То, что у нас есть романсы, опера, оперета, мюзикл Люда, наши дуэты из оперет. А вот что-то такое интересное, новое, люди нам сами подсказывают. Люда, вы актриса, по-моему. Не может быть просто музыкальное образование. Я видела, как вы держитесь на сцене. Вы драматическая актриса. Да, Мариночка, я закончила Киевский театральный институт как актриса драматического театра кино. И уже потом я закончила консерваторию как оперная концертная певица. Когда у меня спрашивают, какая профессия преобладает, я говорю, актерская. Почему? Потому что, я не знаю, почему. Я, даже когда я пою, любая моя ария, она всегда строится с точки зрения актерского мастерства. Драматургия. Драматургия. И поэтому я очень благодарна своим профессорам и благодарна институту. В общем-то, у меня хорошая школа. Но ты много не снималась, да? Ты много не снималась в фильмах. Я не успела. Я больше любила театр. Никакая попортная. Я очень любила театр. А какие роли вы исполняли, Люда? В театре я сыграла Адель из «Летучая мышь», я сыграла Арсену из «Цыганской обороны», я сыграла Стаси в «Сильве», я сыграла Галатею, моя прекрасная Галатея, я сыграла Маббел Гибсон из «Принцесса цирка». Я, в общем, в принципе, сыграла весь репертуар нашего теперь уже национального, киевского, академического театра опереты за 8 лет. Я, в общем-то, потом получилось так, что я приехала в Америку. Вы понимаете, как сложно быть дуэтом? Она сыграла, а я ничего не играл. Да, мы сейчас вас допросим. Самое время рассказать все о вас. Вы, наверное, это у вас династия, наверное, да? Кто поет у вас в семье? Кто поет? Да, папа. А, в семье. В соседе. Папа, разды. Да, как говорят, голова мужчина, шея женщина, да? Куда повернет или наоборот? Да, да, правильно. Вы оперный певец, насколько я помню. Я оперный, я закончил Гнеченский институт тогда назвал. Сейчас Академия. Учился у знаменитого тенора, драматического Осипова, до этого у Корчагиной. Учился на одном отделении в разные годы с Филиппом Киркоровым. Вот, когда, помню, когда он молоденький такой пришел. Это его очень поднимает. Да, сейчас, к тому же, как раз его дочки американские. Но я, в отличие от Люды, я каждый год менял театр. Я начал с театра в Москве Юрия Шерлинга, знаменитый еврейский камерно-музыкальный театр. Потом забросила меня в Иваново, потом я поехал в Красноярск. Я искал театры музыкальные, искал, где есть мой режиссер, есть люди, которыми мне было бы интересно работать. Я не засиживался в театрах. И в Петрозаводском театре музыкально поработал. То есть тоже много очень. Я могу сказать, что вы действительно с Людой блуждающие звезды. Вы знаете, друзья, у нас остается совсем чуть-чуть времени. Я знаю, что совсем недавно в вашей жизни произошло очень большое событие. Вы стали гражданами Соединенных Штатов Америки. Да. Две недели назад. И мы вас от всего сердца поздравляем с этим праздником. Тем более, что я знаю, что ваш дуэт и жизненный, и творческий сложился в Америке. Наверное, вы не зря сюда приехали. Спасибо, Марина. Всех вам удачи. Всех вам удачи. Спасибо. Гимн, не будешь песен? Нет, сегодня нет. Спасибо, Марина. Спасибо вам большое. Творческих успехов. Спасибо. До свидания, дорогие друзья. Будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok